Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бриканту. Меня зовут Елена Корнелли-Сосоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милоки и Тельмонека. И сегодня я рассказываю и высказываю свое мнение, и рассказываю о пении двух интересных певиц, о Зинаиде Пале и Тамаре Синевской. Конкурс в жизни любого певца – это испытание на прочность, на сосредоточенность, на профессионализм. Но после конкурса всегда наступает момент, который определяет, а куда идти дальше. Голос и певец развиваются дальше. И здесь очень важно, чтобы встретились правильные люди, правильные подсказки, правильные направления. И в вокале это просто мини-моменты, они очень важны. Я выбрала для анализа певицу румынскую Зинаиду Пале. Она была членом жюри на четвертом конкурсе Чайковского. Именно на конкурсе, на том, где пели Образцова и Синевская. Все-таки мне хочется спросить, задать вопрос, а судью кто? И вы можете послушать, я поставлю в описании, как звучала Зинаида Пале. Уровень судейства был высок или нет? Все-таки я взяла менее знакомое имя для вас из жюри. И тоже мэтс-сопрано. Певцы бывают разные. Профессиональный уровень бывает разный. И было время, когда тип голоса не просто определяли, еще говорили ценностью голоса, высочайшего качества, среднего качества, солист, не солист, по-разному определяли. Сейчас как-то это все завуалировано. И я хочу сказать, что Зинаида Пале – это, конечно, серьезный большой музыкант и яркая солистка. Сила записи именно микрофонов такова, что иногда большие голоса записываются с небольшой трималяцией. И даже профессионалы говорят, ну, знаете, у трималяции есть. А они даже не представляют, эти профессионалы, что просто голос огромен и реакция микрофонов такова. Я потом еще приведу интересные примеры у мужчин из ранних записей XX века на тему эту. Пение должно, на мой взгляд, очаровывать с первого же звучания, с первого звука. Если этого в звуке нет, значит, обязательно должна быть сногсшибательная интерпретация, которая бы увлекла слушателя с точки зрения музыканта. И вот как раз момент интересного звука я слышу у Зинаиды Пале. Я думаю, что в зале это было такое очарование, магнетизм, сила, внутренняя сила, которая проявляется в голосе. И предлагаю обязательно послушать ее голос в разных ариях, в разных... Ее голос, звучащий у разных композиторов, как она это могла осуществить, представить, пережить. Что касается Тамары Ильиничной-Синявской, мне кажется, что на ее пути после конкурса Чайковского, после первого места на конкурсе Чайковского, не встретился человек, который мог ее повести именно в итальянское звучание, потому что было возможно. Есть записи, очень хорошие записи, ее выступления на конкурсе Чайковского. И мне кажется, что она все-таки осталась с ощущением, да, у меня есть голос, и я хочу много чувствовать. И на мой слух все-таки голос не передает, именно голос не передает тембр состояние героинь. Хотя сам голос сам по себе шикарный, на мой взгляд. И однажды я была на концерте, Тамара Ильинична, и был Прокофьев, Рахманинов, Ильич Ковский. И я все-таки ушла в паузе, потому что или же нужно задеть слушателя тембром, что почему-то со мной не случилось вот этого, я не была очарована тембром, или же интерпретация, чего я тоже не слышала. На мой слух показалось, что это звучала одна длинная песня, хотя было огромное количество в первом отделении из пятых произведений, действительно большое количество. И я воспринимала это как одну длинную песню, что важно именно ровное звучание, а то, что тембр должен преломляться на разные интервалы, на разные состояния. На то, что вот преломление, я не говорю именно о тембре, что тембр обязательно немножко иначе на каждом произведении должен звучать. Такие моноспектакли в каждом романсе должны быть, на мой взгляд. И в отличие, скажем, от Тамары Ильиничны, Елена Абрастова, Елена Васильевна, мне кажется, она как раз встретила тех людей, которые повели её в итальянскую сторону, итальянского звучания голоса. Разная судьба. И многие люди получают огромное удовольствие от записей Тамары Ильиничны, Синявской. И я абсолютно согласна, что это очень хорошая певица, её интересно слушать. Но с точки зрения старой итальянской школы, она вот до этой школы не дошла. И вы увидите в записях, если вот чистить технику, разбирать, очень много горизонтали, мало вертикального звучания, а должен быть крест. И когда певец поёт много-много вертикально, то постепенно он начинает петь слишком посредине тела, всё-таки нужно уходить к позвоночнику в системе старой итальянской школы. И когда это всё-таки посреди тела происходит на всей интервалике, не только на середине голоса, но и на верхних нотах, то голос начинается слегка шататься. И поэтому вы можете это услышать во многих записях, что как раз вот так тогда существовал голос. И, опять же, так возможно петь. И многие скажут, но это русская школа. Я бы не сказала, что это русская школа, это советская школа. Я бы сказала так. Но не было момента, когда бы вот техника Тамары Синявской, она бы дошла до итальянского звучания. Она осталась не в итальянском звучании. Хотя и красивый тембр, и очень сильное выступление на конкурсе Чайковского. Поэтому я предлагаю вам сравнить звучание двух интересных певиц Зинаида Пали и Тамары Синявской. И Зинаида Пали была в жюри того конкурса, где выступала, где пела Тамара Ильинична Синявская. Слушайте, смотрите, развивайтесь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова